В этом швейном цеху, расположенном в учебно-производственном предприятии общества слепых и глухих села Садовое, работает 45 человек. Наш герой Асан не слышит и не разговаривает с детства. Коллеги характеризуют его как человека с сильным характером, крайне ответственным и педантичным. Сейчас он один из лучших сотрудников этого предприятия. Я работаю здесь уже почти полгода. Научился шить в городе в обществе глухих. Потом устроился работать сюда, так как живу недалеко. Работаю по 7-8 часов. Шить умею практически все. Например, первой моей работой была спецжилетка. Мне нравится шить. Я стараюсь работать хорошо и качественно. И сегодня здесь состоялось мероприятие, приуроченное к Международному дню людей с ограниченными возможностями здоровья. В нем приняли участие ЛОВЗ, а также представители администрации Московского района. В общем, по Московскому району более 2000 инвалидов. Ежегодно мы из своих средств, мы, соответственно, распределяем именно на этот день, оказываем определенную помощь. Это финансовая помощь, в том числе. Главной моей рекламы организовывается подвозка в зимнее время угля, дров, где-то в виде продуктов питания. Также пришли поздравить и вручить подарки зарубежные и местные спонсоры. Помогали по-разному, как финансово, так и материально. А некоторые даже помогли открыть кабинет бесплатной юридической помощи. Мы сегодня открываем кабинет. Значит, час дня мы будем там делать открытие кабинета юридической бесплатной помощи. Мы организуем ежедневные дежурства юристов с тем, чтобы любые вопросы юридического, экономического, социального характера решать с помощью доверенности. Мы там организуем оформление доверенности нотариальной. И дальше наши юристы, в основном молодежь из нашей партии, будут заниматься, бегать, скажем, по госорганам. Каждый год группа окулистов из Кореи приезжает. Они как операцию делают. Больше 100 человек в течение недели. Катаракт, у кого болеет, катаракт. И потом лечение мы проводим еще. Больше 1000 человекам помощь даем. Очки тоже 400 человекам помощь мы даем. В этом году из-за пандемии не смогли они приехать. И они все равно хотели помочь, поддержать, хотели Кыргызстан. И послали деньги. Учебно-производственное предприятие в селе Садовое было организовано в 1936 году. Тогда она объединила и трудоустроила инвалидов по зрению. Начиная с 2014 года здесь оборудовали швейный цех, а через год организовали мебельное производство. В матрасном цеху трудятся абсолютно незрячие. За долгую историю существования предприятия испытало взлеты и падения. Но на сегодняшний день здесь функционирует только швейный цех. Чтобы реализовать наши продукции, именно специальное постановление правительства от 25 марта 2016 года, это 150-е постановление. На основании этого нашей выпущенной продукции мы реализуем без стандартных процедур. Но, в большом сожалению, есть некоторые госорганы, которые это обходят. Потому что это в большом сожалению. А так, работаем, слава богу, сейчас в данное время только в швейницах работают. А именно инвалидные по зрению пока не работают, потому что матрас не заказывается, как раньше, ватные. Для всех этих людей, которые здесь трудятся, инвалидность не стала приговором. Они также, как и остальные, занимаются спортом, создают семьи и воспитывают детей, строят планы на будущее. Улан Касенов, Ирлан Джанушалиев, Азамат Джапаков, Аллату, 24.